Все хорошо. А по аналогу, все остальные функции, они могут точно так же решаться. Вот здесь ничего нового не могу сказать. Точно так же, как представитель. Можно будет даже мне добавить? Слышно меня? Отлично, вас слышно. По свободным площадям, ну как бы сразу не скупать, чтобы понимание было у предпринимателей местом на сегодняшний день муниципального и государственной собственности в Куюках с точки зрения зданий вообще нет. В принципе, тоже не нету. Поэтому рассчитывать на то, что можно будет как-то на год предоставить помещение здания для телепитации, к сожалению, мы не можем вообще никак. По поводу семейных участков, ну может быть в Куюках 10, 15, 20 соток пары для семейных участков, еще найти можно для людей больных. Ну или государственную собственность, муниципальную собственность. Ну, тоже с натяжкой, но найти можно. Если что, можно будет обратиться к вам администрациям с каждой недели в четверг регулярно в 8 утра, или в 7 или в 8 утра проводят глава расширенного совещания с привлечением всех заинтересованных культур, инженерной сети, исполком и так далее. По данным вопросам можно обсудить. По поводу семейных участков за пределами культур, например, по дороге. Также у нас имеются семейные участки, чуть больше можно найти семейных участков. Но опять же, я считаю, на мой взгляд, это немного неправильно пошло. То есть, по инвесторам, дайте готовое все. Ну, так не получится, что нету готового. Надо будет что-то делать совместно. Ну, все инвесторы, которые через нас прошли, вот, и дом предстояло, построен в КВК, и несколько магазинов, и автономики построены в КВК. Они также приходили к нам, заявлялись на пустую землю, без коммуникации, без ничего. Приходились за свои идеи, с подробным бизнес-планом. То есть, и этот бизнес-план они реализовывали, брали деньги, вкладывали инвестиции. То есть, на свой день мы можем сказать, что там, ну, 3-4 магазина однозначно торгового центра построены совместно с нашими утилиями. Несколько оптовой, КСТО, аптеки. Сейчас мы готовим деревянный жадско-медицинский центр. Вот. То есть, ну, как бы, как у взаимодействия работы, но, к сожалению, что-то сказать готовое, готового, как бы, нету. И не будет никогда только однозначно. Нет? Ну, все. Так. Спасибо. Меня зовут Гульнас, я житель Новых Самочей. Меня написали как продюсер Ямор, но на самом деле я, так сказать, члены обучей группы. По поводу участков, вот, например, по Новым Самочам, я знаю, есть, мы их даже выписали по кадастрам номерам, три земельных участка, они, ну, не ликвид, так скажем, значит, в одном проходит, там, что-то, электросети, там нельзя там обстроить жилы, например, нельзя строить здания выше двухтажные, одноэтажные. И есть два участка, они вот, ну, такие вот, например, там, трапециевидные тоже, они в частной собственности, и вот, ну, их ипотеки они не проходят, там, и люди не покупают, возможно, договориться с собственниками, там, ну, по какой-то спросу в цене. Вот, может быть, сделать ревизию таких участков в самих руках. У нас ведь на Усалыче три таких участка есть. Если есть необходимость, как бы, коллега только говорил, необходимо подробно составить, ну, назовем это райдером. Надо подготовить райдер, прийти в администрацию, мы ее всегда готовы обсуждать. Ну, а так просто в куспоту подготовить земельные участки, ну, каждый проект, бизнес-проект, полный уникальный, то есть, ну, любой. Подъездные пути, проезды, инженерные сети, мощность и адресу. То есть, это, ну, так просто голословно говорить, это, к сожалению, не получится. Поэтому давайте, если есть какие-то конкретные идеи, мы готовы, вот, у нас завтра в 8 часов утра прием, как бы, если есть желание, можете завтра в 8 часов утра к готовым бизнес-проектам подойти, мы его обсуждим. Я тоже, может быть, вы видите, в мобилизацию выявить какие-то участки. Мы должны все делать. Мы не в мобилизацию, а какие-то что работают. Из-за места в жительничества есть. Если мы говорим о резервах, то вот совершенно правильно, вот выявлен резерв. Мы бы от этого не сумели догадаться. Какой еще резерв вот для тех функций, которые возможно размещение? Предположим, вот строятся сейчас там четырехэтажные дома, где-то вот в нижней части поселка есть. Конечно, на первом этаже менее выгодно. Если там еще не продано. Если это резерв, то встроенное в первые этажи обслуживание совершенно спокойно можно сделать. Устроить и посмотреть, как бы эта улица живет более интересно. Поэтому для нас интересно выявить все возможные резервы, где вот перечисленные функции так или иначе могут быть размещены. Сергей, мы с вами можем определиться, как акселерируют процессы на системном уровне. Как помочь? Как вырастет быстро, пока мы работаем с промпажем, это около 4-5 лет пройдет. Ну, с крупными предприятиями, с окружением, с территорией. Как можно ускорить этот процесс? На сегодняшний день можно, я тоже скажу, на сегодняшний день, ну, как это можно быстро сделать. На сегодняшний день, за 3-4 года буквально, я отработал, я отработал, в 2016-го года, в Куриках не было ни одного магазина. За пять лет, ну, просто бомбово, если можно так выразиться, Курики скроют, то есть, ну, скроют, 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 скроют сферу услугу. Сферу обслуживаем, сферу услугу. То есть, акселерация, она так или иначе есть, потому что трафик отличный, высокий, инвесторы вкладывают, инвесторы строят, инвесторы делают. Вопрос в том, что, если, как бы, если есть инвесторы, инвесторы должны проработать ему, данный свой вопрос, и на рынке земельных участков пока тоже есть начатки. В инспоритете, ну, может быть, один, два, три участка тоже можно найти. Главное, на мой взгляд, это на сегодняшний день, чтобы человек возникло желание. Возможно, я думаю, что найти еще кое-как, ну, реально, отмазачно. Ну, плюс ко всему, наверное, пока мы с вами обсуждаем, самоорганизованный бизнес а-ля стрижки на дому и не собирался посещать никакие мероприятия, он спокойно действует и размещает. Я просто на скидку объявления посмотрел. Более того, что мы в этом году давали около 30 грамм, так сказать, субсидия от совместности с Министерством труда, данности. И длинная доля, я же точно не могу сказать, что это статистико-другая, но длинная доля таких малых форм бизнеса, даже, как скажем, самозанятых, именно были из Курика. Кто делает стрижки, кто английский преподает, кто ногти делает, кто там, для банки делает. То есть, ну, длинная доля, это были представители из Курика, и как бы они получили какую-то небольшую сумму от Минтруда совместно с Минтруда, комиссия проводится, и уже, если они заработают, и они уже нам отчитывают на своих деятельностях. То есть, ну, в принципе, было бы желание. Спасибо. Ну, и самое позитивное, что я вот сегодня услышал, помните, начало, когда администрация говорила, земель свободных нет, а в конце, ну, найти можно. По-нашему. Поэтому именно так и надо действовать. Нет, вы же начали сочетанием разговаривать про промышленный парк, про большое что-то. Курика, к сожалению, на сегодняшний день мы промышленный парк не разместим, это будет только в Близи Куликовке, то есть, либо Богородская, либо Близи Деева. Но в Куриках промышленный парк разместить невозможно. В Куриках можно максимум что найти, это небольшой земельный участник под какой-то небольшой цех, либо под какой-то сферный услуг. То есть, что-то около 10-15 сеток можно еще найти, а что-то свыше этого, к сожалению, ну, нет. Давайте я еще раз проговорю, возможно, у вас в этот момент включалась связь, потому что второй мой посыл, помимо best practice и хороших примеров того, что можно было брать, это был еще тезис о том, что в отдельно взятом населенном пункте такие вещи не создаются. Это должны быть межрайонные, межмуниципальные проекты. Поэтому я предложил обратить внимание на проект Богородской, понять, ревизировать его, взбодрить, да, если он там... С точки зрения... Вы знаете, у меня вот этот слайд, честно говоря, вот больше всего удивил, который сейчас на экране, да? Это, я так понимаю, хотелки жителей. А, нет, не этот слайд. В одном было еще 0,6% про создание рабочих мест. Где-то был еще один слайдик. Прямо где-то внизу, внизу. Во-во-во-во, 0,64% организации рабочих мест. Я, чем больше думаю над вот этой структурой, понимаю, что, как по Филипп Филипповичу Превраженскому, проблем-то не... Это ведь, смотрите, вот если на этот срез правильно посмотреть, это означает, что мы все... Ну, во-первых, это дай-дай-дай-дай-дай. Не я организую, да? Это хотелки. Второе. Вот во всем этом видно о том, что как только появится дорога, все остальное мы найдем в Казани. Вот я думаю, что проблема в том, что здесь не прозвучала точка невозврата. Все находятся, я так понимаю, ну, извините, поправьте меня, если я не прав, да? Все находятся в некотором подвешенном состоянии. И главный вопрос, будет ли дорога, которая снизит нам с полутора часов до, не знаю, 15 минут визит в Казань. Да, там в Казани все есть, да? Вот как только, мне кажется, прозвучит точка невозврата, дороги не будет. Самоорганизовывайтесь. Проблемы с пробками будут только усугубляться. Организовывайте бизнес у себя на местах. Вслед за самозанятыми, самоорганизованным пойдет микробизнес, малый, ну и там потом, дай бог, средний. Потому что вот здесь 0,64%, дайте нам, пожалуйста, рабочие места, мы будем работать. Ну вот на самом деле это очень страшная статистика. Это люди честно отвечают. Не видят необходимости. Это 45%? Да? Это дорого, вот написано, транспорт и уличная дорожная сеть. Это не только дорога в Казань. Это внутри поселка вообще нет ни дорог. То есть в это 45% входит вообще все. 30 тысяч людей живет, а живем просто реально как деревья. То есть осталось купить лошадь и ездить на Корею. То есть это не дорога в Казань. Это речь больше об этом. Понимаю, но мы же сейчас не обсуждаем, почему появился такой населенный пункт с недостающей на плотность жителей социалкой. То есть мы же пытаемся найти выход из этой ситуации. В том числе через предпринимательскую активность. Это не только дорога в Казань. То, как вы анализируете, это не совсем нет. А друторов нет. Тогда вообще нет. Это потому что земля частная. Нет, земля частная. Все дороги, в Казань. Все дороги, в Казань. Все дороги, в Казань. Они частные. По которым ездят. А вы не хочешь? Что это про УАТ? Нет, я могу сказать, что не сталпшую пользу. Не сталпшую пользу, почему в частную. Ну вот так, как вы сказали, в частную. Частник купил землю сельхоз. Разбежевал и продал, а дорога осталась в отсутствие. Это же администрация может забрать. Администрация готова забрать. Пока суды, пока прокуратура, пока нет. Все пока правильный. Здесь немножко сложнее. Сейчас администрация готова. Их надо передать на баланс. Конечно. А кто у вас в Минтрансе возьмет на баланс? Глину. Им нужно привести сначала нормативное состояние. Это кусок работы, который тоже отдельно надо решать. Вообще, изначально при выдаче разрешения на строительство надо было администрация об этом проработиться. Как так? Люди, что будут ездить по частной земле, завтра день, шлагман поставить и что дальше? У нас тоже есть такая практика. Мы отказываемся у себя. Что делать? Все просто и ясно. Надо эту землю заставить. Кто передать, сказал, что он не может ее на максимуме сдать виси. Кто не хочет. Да. Финансово может, не может, и не хочет. А отказаться не надо? Вот это участок. Если он даже откажется, не то сейчас, и на будущее, и не запретит там ездить. Это формальный труд. Важно, чтобы сделать дорогу, нужно ее содержать и передать сразу в эксплуатацию организацию. А у нас во всем деревьях дороги, которые деревья, как улицы, допустим, когда была раньше грязная, а потом они появятся асфальт, они будут в нормальном состоянии. Здесь такой механизм самообложения. Здесь кубики. Соленто, сожреться. Мы не можем участвовать в самообложении, потому что неотчастная. Даже на трассе от этой дороги. Мы не можем жителям частнику. Поставить шлагба, мы попросят платить за проект. То есть можно и такого ожидать, а собственник. А он вообще что говорит? Для чего его сиденье держать в собственности, честно? Цель какая у него? Почему не отказываются? Не могу точно сказать, по какой причине. Не задавали, но сам собственный. Он дома построил, продал. Зачем ему место общего пользования? Это лучшего плана. Если вкратце предысторию, по большинству участков в каюках, это то, что их сельхозки передалось, ну, были проданы земли, потом их собственники, в том числе и осташки, перевели в ИЖС. ИЖС размежевали. Изначально это была площадь под ЖК Светлых, трехэтажные, которые, дома сейчас продолжают строиться. Все остальное девелопер Антей просто распродал частникам. Все участки по пять, по десять соток, по пять соток размежевались по две с половиной, появились таунхаусы. Это уже не этот собственник, который, в принципе, изначально купил эти гектары земли. Это обычная схема девелопера, в принципе, в России. Но только с нарушением, видимо, требований по социальной, транспортной, дорожной инфраструктуре. Но он уже не запретил. И сейчас мы, население, пытаемся с этим что-то сделать. И я общаюсь с Антей. Антей озвучил, создаете ТСН, мы вам передаем каждый квадратный метр за один рубль, забираете себе, переводите на баланс ТСН и делаете, что вам пожелает. Собираете деньги, засыпаете, закатываете в асфальт, что хотите делать. То есть, вот, в принципе, это был такой ответ. Это, наверное, незаконно я так понял, да? Почему? Это, если только вот сейчас суд, я так понял, Пестричинский район, администрация Пестричинского района проводит какие-то судебные тяжбы непосредственно с собственником этих земель. Там не один собственник, там их несколько. По-моему, пять бизнесменов на тот момент скупили все эти земли и образовали какое-то там товарищество с вами. Если эти суды приведут к чему-то, то это будет уже какой-то маленький шажочек. Самое основное это то, что администрация не возьмет ни одного квадратного метра этой земли, потому что это просто земля. Это реально просто кусок глины, это никому не нужно. А какие деньги в самообложение, на асфальт, ну, извините, это если я население... Ну, мы предлагали, только пытались аккуратно, население сразу прекрасно понимает, и это должен делать кто-то другой. Прекрасный ответ. То есть у каждого хата с краем. Нет, вот в новых самоучах есть ССН, все есть. Жители готовы участвовать в этом процессе самообложения. У нас председатель почти каждую неделю ездит администрацию и собственникам, в частности, тоже несколько встреч прошло. Почему он дороги до сих пор не передает, или почему этот процесс оконулся, я его не могу знать. Я не в курсе, но администрация, скорее всего, знает. Нам сказали, в процессе самообложения вы участвовать не можете, поскольку дать частное. То есть, получается, мы собираем деньги, республика добавляет, она отдает эти деньги частному лицу, она не может отдать эти деньги частному. Вот в новых Санночках так используется. Мы, извините, немного отстранились от темы заседания. Это очень важная вещь, но это следующие столы. Не надо готовиться, конечно. Потому что комитетов по земельным ресурсам, без земельной реформы уже нет. Адресовать к ним этот вопрос продуктивно, как минимум. Поэтому разбираться придется по этому слою очень серьезно. И пользоваться теми ресурсами, которые остались в прошлое время. В том числе и тех, кто не успел сбежать и достраивать еще что-то. Спасибо. Извини, а можно слайд, который показывает процентовку по опросу? Там, где 19 позиций, это отравительные комплексы и прочее, чтобы немного... Да, вот это немного ясно смесу. Про... Дебород, нажал. Просто когда несколько не проходит, то... А, да? А, вот сейчас... Нет, вот сейчас нормально, да. Сейчас слышу. А вот обратите внимание, 11,1% первая позиция. А процентовка, это просчитано из вот этих всех пунктов. То есть, какому пункту больше голосов. Это 11% из вот этих пунктов. Частота ответов, видимо, да? Да, да. Суть в том, что любой пункт мог выбрать хоть все пункты, каждый житель. Вопрос. По количеству голосов могу по пунктам пройти. Спортивно-оздоровительный комплекс из 1200 человек, 950. А второе, автозаправка, 930 из 1200. То есть, это, соответственно, более 80%. Это только 1200. Мы оставляем опрос еще дальше, он активный, и каждый день добавляется по 100 голосов. Это от общего числа. Каждый голос. То есть, да, а система здесь просчитала процент. Именно из вот этих 19 пунктов разбила просто на 100%. Разбила по каждому. Да. Здесь голосовало 1200. 1200 вот на этот момент, да. И фактически, ну, у меня просто именно по количеству, кто сколько вот галочек поставил. Третий пункт, медцентр из 1200, 850 за. Далее, что идет? Детский образовательный, 830. Дом культуры, 800. Туда добавятся, наверное, люди в возрасте, у которых нет смартфонов или есть, но не умеют пользоваться, да. Это очень много со старых, с района старых паяков просят Дом культуры, чтобы там бабушки могли попеть, поплясать что-то и поставить какие-то номера, чтобы развлечь молодежь. То есть, это в принципе, ну, как-то нам нужно реализовать. Мы за то, что длине жизни доброго городе, ты не сверху больше. Спасибо большое. Мы с этим столом парнем. Может, это коммерция, а культуры. Почему? То есть, это может быть, Дом культуры же можно обозвать по-другому, наверное. Ну, инфрационально, а к чувствуете. Да, допустим. Ну, если там бабушки занимаются своим досугом, то где тут бизнес, где тут поднимательство? Нет, да. Это социальная функция уже. Это социальная функция. Есть хороший пример, как кафе-антикафе Цитерблат. Вот как раз Дом культуры, на коммерческой основе, отлично себя отказала. Город Казани? По всей Кафе России даже в мире есть. Дом культуры настоящий. Городской формат, Медведевский. Ну, последнюю позицию озвучу, да, коллеги? Фитнес, тренажерный зал из 12750. Можно объединить на скейлопаде. Вот, поднимать за этим. Ну, то есть... У меня такой вопрос. Детский образовательный развлекательный центр, это частное учреждение? Да. Ну, по большей степени, да. Там же может быть какое-то кружковое движение. Да, народ представляет это здание, что, скажем, на одном этаже, это детская площадка, игровая детская площадка. Это как в торговых центрах. То есть детей заводят, там какие-то девушки, они следят за порядком, чтобы не происходило там стачек между детьми или что, следят за детьми. Там может и родителям тоже зайти. То есть это детская игровая площадка внутри здания. Плюс очень много, в принципе, ну, очень много это я, наверное, сутрировал, ну, порядка 10-15, наверное, из всего населения. Это у меня выручилось? Ближный горе, да. А, горе. А из населения прям желающие есть открыть кружки, то есть по разным направлениям. Это что, при виде примера пирамиды? Да, но она должна была сюда прийти, ее нет, но бесплатных кружков уже нет, сейчас вообще нигде. Даже если выйдет в школьные бассейны, вы занимаетесь отдельной площадкой. Я понимаю, там просто самое главное, чтобы кружковцев, преподавателей, не дожушили арендные платы за квадратуру в таком метре, потому что ДК, они немножко по-другому принципу формируются, да, то есть у него льготная цена. А если будет девелопер, выставит вам 200-300 рублей за квадратный метр, это должен быть кружок такой. Там появится, я не знаю, только робототехника, наверное, но может быть еще... Кружок могут объединиться, там, в течение дня несколько предпринимателей делать разные кружки, например. Утром для маленьких, после работы для школьников. Ну да, то есть это именно к тому, что на одной, так называемой, бизнес-площадке, именно детского направления, собираются разные, там, самозанятые ЕПшники, не знаю, кто как оформляет свою организацию, и вот они проводят какие-то занятия. Это вот больше к этому. У нас вот в Новосоломочек есть и частный детский сад, и частные кружки, но она делает их, проводит у себя дома. Соответственно, там, и площадь мне позвонит, но должна была сегодня прицена? Это вот, кстати, соответственно, вопрос про цену аренды. Потому что дом выходит, как правило, не только за экосистемы, а потому что кусача аренды. В селе Богородское, которое хранится в семье, недалеко от кульков, там как раз есть клуб на пользу школы. Там как раз много всяких детских секций, кружков, и в то же время там зал для мероприятий, именно для общественных собраний. Нет, оно не частное, оно государственное, но оно, по крайней мере, используется по максимуму. И, по крайней мере, там нет таких, не будет ставок по аренде, даже если там государство будет залать в аренду для частников. Ну, у него нет таких задач, у государства. Ну, у государства частные, например, днём частные, платные кружки, а вечером для пенсионеров бесплатные. Например, если субсидиями или чем-то там компенсировать. Скажите, вот по этой позиции медцентр, прошифровку, там, геомет и так далее, а что, никто не приходил с предложением развить лабораторию для забора крови, для анализа? Потому что, они же в Казани, друг у друга вырывают буквально площадь. ЖК Световый, вот как раз открывается. То есть, это закрывается? Открывается ЖК Световый. А, нет, не закрывается позиции, потому что ЖК Световый, они же вот обособлены. То есть, у других жителей поселок, Кульки, Дерей, куда доступны. Ну, доступны, просто. Там, в принципе, КПП, скажем. Ну, шарбан открывается. Просто для меня, вот, с точки зрения рынка, там, дай квартиру в первом этаже, в другом, в четырехэтажке лабораторию сделать забор крови. Ну, на Вишневском центре. Ведь и вот надо там разделить, бахилы, и не пропустить. Только лицензии, и вред сессии, чтобы бывать еще здесь живут. Как-то, вот эти вещи закрываются элементарно. То, что они элементарно закрываются, это понятно. То есть, мы рассчитывали увидеть, может, представителей, как бы здесь, да, за круглым столом. То есть, просто нам нужно рекламу. Есть возможности. То есть, им показать, вот, у нас прошло голосование, есть такого количества, в принципе, люди за, отверзываются вашими. Ваш имя, вот он здесь. Вот хотите, ищите, выкупайте квартиру, там, на первом этаже, в других зонах и делайте. По поводу помещения, сейчас я тоже заострю внимание. Коллеги, я, наверное, не представился, да? Меня зовут Марат, я, в принципе, представитель... Да, нет, нет... Да, нет...